Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Максим Иванов. В Казанском федеральном университете состоялась встреча руководителей вузов Казани с делегацией Республики Узбекистан по главе с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Эркином Хамраевым. От имени ректора КФУ Ленара Сафина собравшихся поприветствовал проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Ариф Межведилов. Он отметил, что у России и Узбекистана очень теплые взаимоотношения. Страны давно и успешно сотрудничают. Проректор рассказал о том, как развивается взаимодействие в социально-экономической и образовательной сфере между Татарстаном и Узбекистаном, а также о деятельности КФУ в области молодежной политики. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с ведущими российскими и зарубежными учеными и получателями мегагрантов на проведение научных исследований. В числе участников встречи, проходившей в Объединенном институте ядерных исследований, был главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории нейрофизиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Рустем Хазипов. В ходе беседы ученых с президентом России было отмечено, что по программе мегагрантов создано 345 лабораторий в 150 организациях. Участниками программы являются 135 стран. 186 ученых, представляющих зарубежные лаборатории, проводят исследования в России. В следующем сюжете мы расскажем об университетском венчурном фонде «Лобачевский», который является новым инструментом поддержки инициативных студентов. О переходе от созданного продукта к его масштабированию расскажем прямо сейчас. Университетский венчурный фонд имени Лобачевского – это очередная мера поддержки, созданная государством, для поддержания технологического предпринимательства, в частности студенческого. Речь идет о более высокой ступени развития тех идей и разработок, которые ведутся студентами или выпускниками вузов. По словам начальника управления инновационного развития Казанского федерального университета Антона Дыганова, основные участники фонда – это инвестиционный венчурный фонд Республики Татарстан и инновационный технопарк «Идея». Цепочка достаточно длинная, складывается, она постепенно наполняется и совершенствуется, потому что все это связано с федеральным проектом платформы университетского технологического предпринимательства, в которой есть и однодневные тренинги для студентов, и акселерационная программа, в которой вот сейчас студенты КФУ участвуют, и в ближайшее время у нас будет демо Дэйна, в которой отобрано более 60 проектов, и из этих 60 проектов дальше во второй этап пройдет еще 20. Сюда же входит и университетская стартап-студия, соучредителем которой является Казанский федеральный университет, ну и много других программ, и вот в этой цепочке развития встал еще и фонд Лобачевского. Наиболее интересными для фонда будут считаться проекты, которые уже апробируются в условиях, приближенных к реальности. Иными словами, разработки, которые не просто имеют прототипы или демо-версии, а уже готовы к дальнейшему производству. Отметим, что размер инвестиций достигает 40 миллионов рублей. У нас есть тренинги предпринимательских компетенций, на которых просто студентов немного погружают в предпринимательство и в проектную деятельность. Есть акселерационная программа, где со студенческими командами уже более серьезная проработка их проектов. Есть конкурс студенческого стартапа. У нас более 100 победителей, ребята, которые зарегистрировали ООО и готовят какие-то свои проекты уже в более серьезной стадии проработки. У нас есть университетская стартап-студия, в которую, кстати, в том числе и победители конкурса студенческий стартап прошли, в них инвестируют, входят в состав ООО и дают дополнительные возможности для развития. Дальше как раз механизма такого понятного не было. И как раз в фонд Толбачевского стала такой возможность для дальнейшего развития. И дальше еще, на самом деле, потолка нет, потому что все зависит от того, что нужно, в каком направлении развиваться, и другие возможности для развития. Но это уже следующая ступенька. Университетский венчурный фонд имени Лобачевского начал свою деятельность не так давно. На сегодняшний день его специалисты занимаются отбором проектов и ведут переговоры со студентами и представителями вузов. По словам Антона Дыганова, наибольший интерес на рынке представляют проекты таких направлений, как робототехника, химия, искусственный интеллект, энергосбережение и инновации в транспорте. Уровень входа в фонд Лобачевского, когда у тебя не просто прототип есть, а он уже проходит испытания в условиях, приближенных к реальному, то, конечно, вот так сразу перепрыгнуть не получится. Именно поэтому есть цепочка тренинги, акселерационная программа, конкурс студенческий стартап, университетская стартап-студия. И вот дальше-дальше по этой лесенке можно дойти до фонда Лобачевского и опять-таки есть возможность получить больше средств. Напомним, что по итогам акселерационной программы КФУ будут выбраны три лучших проекта. Их авторов наградят денежными призами, подарками и пиар-сопровождением внутри университета. Карина Саяхова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Начало лета – время, когда тополь расправляет свои пушистые крылья. Но для жителей города это становится проблемой. Как справляются с тополиным пухом в Казани? Вот уже много лет, каждое начало лета в Казани сопровождается обилием тополиного пуха. Эти пушистые семена напоминают о себе везде – на дорогах, у домов, в парках. Ситуация становится проблемой, когда люди обнаруживают белых пушистиков не только на улицах города, но и на своей одежде, лице, волосах, носу, а иногда пух залетает даже в рот. Аллергия – это не на сам пух, а на ту пыльцу других растений, которые он собирает, или которые цветут одновременно с вылетом семян тополя. Вообще решения проблемы существуют. Есть варианты, когда высаживаются тополя, которые не дают семян, это или мужские особи, или есть специальные триплойные гибриды, специально выведенные гибриды тополей, которые не могут размножаться, и, соответственно, они пуха не производят. Горожане и власти активно ищут способы борьбы с тополиным пухом. Один из методов – регулярная уборка улиц и парков, а также посадка менее аллергенных видов деревьев в городских зеленых зонах. Вообще тополь – это очень удобное возеленение порода древесная, потому что он хорошо очищает воздух, быстро растет, неприхотлив, хорошо обрезку переносит. Вот, в общем, одни положительные качества у него, может быть, за исключением пуха, и то пух, наверное, не представляет уж прям такой огромной проблемы. Если вот такая погода, как сейчас, когда жара чередуется с дождями, то дожди, в общем-то, его уплотняют, смывают, или раньше, вот я помню, в советское время дворники поливали асфальт специально, чтобы пух не разлетался. Пух, он кажется большим, когда он в сухом состоянии распушен. На самом деле, это маленькие семена, зернышки, если можно так сказать, которые естественным образом разлагаются или прорастают, дав началом илым деревьям. Поэтому с утилизацией, я думаю, здесь вопросов не должно возникать. Специалисты призывают к бережному отношению к природным процессам и поиску компромиссов. Тополиный пух – это не только проблема, но и часть жизни природы, которая помогает людям существовать в экологически чистой среде. Ее следует беречь и уважать. Екатерина Сайфулина, Аделина Абдрахманова, Универ Новости. Национальный образ пугающей целые поколения татарских детей продолжает интересовать и привлекать внимание ученых и филологов до сих пор. Кто ввел этот образ? Именно благодаря Габдуле Тукаю появился первый миф о лесном духе. Народный поэт открыл Шурале длинный и светлый путь в искусство. У разных народов свое представление о Шурале. Но в общих чертах его можно описать как человекоподобное существо с вытянутыми руками, острыми и длинными когтями, царапающими землю во время ходьбы. Наиболее отличительный и горб с рогом на лбу. Поэтому все еще многие дети и даже те, кто слышал о нем в юношестве и уже достиг совершеннолетия, боятся его. На сегодняшний день Шурале – это один из самых популярных мифологических персонажей. Он не относится ни к демоническим, он такое вот существо живущее, это лесное такое вот существо. Но это не лешей, это не кикимора, это абсолютно со своей вот этой апостасью, со своим функционалом существо, которое живет в лесах. Я всегда говорю, самый везучий в плане живучести персонажей у Татаря – это Шурале. Ему повезло. Первые упоминания о нем появляются задолго до того, как Габдула Тукай запечатлел его на страницах своего произведения. Поэтому не стоит рассматривать историю Шурале, опираясь личной информацией начала 20 века. Несмотря на запрет изучения мифов в народе, они продолжали существовать и проникали в детские игры и сказки взрослых. Вредоносность выражается только в том, что он очень любит играть с человеческим существом. Он играет его, он любит его очень катать. Поэтому он следит за теми, кто пришел по ягодам, за дровами. Он будет издавать всякие звуки. Он хочет, чтобы этот человек чуть-чуть подальше отношу, и потом он уже с ним будет беседовать. Не с целя убийцы, но он может именно чекотать. Самая популярная версия мифа о Шурале от Габдула Тукая стала основной. Именно по ней все знают о храбром подвиге героя Татарина и слабостях лесного духа. Стоит отметить, что Шурале боится воды. Также его можно спугнуть, если ходить в лес с собакой, которые дали звучное, наделяющее страхом имя. К тому же в сказке писатель дал руководство по спасению. Человеку необходимо сделать так, чтобы Шурале засунул пальцы в щель бревна, и они застряли. Пока злобный дух будет выбираться, появится время для того, чтобы сбежать. Так что смекалка в помощь тем, кто имел неосторожность повстречать Шурале. Благодаря этой истории появились и разговоры о хитрости татар. Ведь именно ловкостью и коварством был побежден лесной дух. Если за тобой идет Шураль, ты видишь его. Если ты увидел какой-нибудь ручеек, который именно лесной, если ты его перешагнул, он за пределами выйдет, он боится воды. И потом у него подмышками есть такие уязвимые, не скажу, что ранки, а такие вот очень своеобразные. У него не кожа, а какая-то перепонка только. Если туда насыпать, если вот он за тобой гонится, если туда насыпешь на него, подмышку попадешь солью, он будет орать, езжать, ему будет очень больно. Это его тоже уязвимое место. Татарские народные сказки, в которых фигурирует Шурале, рисуют его и как бойкого, и веселого персонажа. Несмотря на образ злодея, он ведет себя как ребенок. Любит шутить и проказничать. Одно из его любимых забав – воровство лошадей. На них он катается до тех пор, пока животное окончательно не выбьется из сил. Он очень любит лошадей. Любит лошадей. Бывало так, что на ночь лошадей отправляли в луга пастись, а потом утром весь такой вот в пене, объезженный, с сумасшедшими глазами, возвращается конь с ночного пастбища. Все знают, что на нем с ним резился, играл, катался всю ночь, на нем верхом ездил в Шурале. Также он заманивает одиноких путников в дремучую чащу леса. Задает неразрешимые задачки, а если человек их не отгадывает, Шурале щекочет своими длинными пальцами до смерти. Таких легенд приличных, где жители говорят, что у нас было, что мы, наша деревня, она проклята Шурале. Есть еще и такая, то есть они реально до сих пор жители говорят, когда-то, когда-то вот был такой случай, вот так-то, так-то, вот наши жители избили и проклял Шурале. Шурале сравнивают со многими существами из других мифологий, сатирами и даже с нежным человеком. Схожесть их не очевидна и заключается лишь в паре элементов. Различия же существенны, поэтому нельзя говорить, что это одинаковые мифические существа. Также многие ошибочно думают, что Шурале является аналогом лешего из русской мифологии и считается злым лесным духом. Но игривого Шурале не стоит бояться, если вы встретили его на пути. Он не такой уж и плохой дух, а самый настоящий защитник леса. Леший и Шурале совершенно индивидуальны и уникальны. Не стоит сравнивать их, а тем более путать. Это не леший, это не кикимора. Это абсолютно со своей вот этой апостасью, со своим функционалом существо, которое живет в лесах. Просто так к людям не нападает, но он просто любит играться. Он тоже некий своего рода дух леса, но это абсолютно не дух. То есть он живет там, это его место обитания. Шурале является уникальным татарским персонажем. Память о нем до сих пор живет. Его образ используется в различных брендах и изделиях. Зная историю его появления и то, сколько разных легенд имеет дух, становится только интереснее его изучать. В татарской мифологии огромное множество мифических существ, о которых мы можем даже не догадываться. Поэтому, вспоминая об уже известных персонажах, есть шанс найти тех, кто оставил след в истории, но только карандашом. Кристина Отекина, Карина Саяхова, Резида Каримова, Универ Новости. На этом все. В студии был Максим Иванов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова